Добрый день, уважаемые телезрители Новорайской обещательной компании. Вы смотрите программу «Граним». Сегодня в нашей студии мы будем обсуждать, какие есть в нашем городе проекты Союза предприятий, атомные отрасли, атомные города, как они реализуются, что есть интересного, что для горожан предлагает Союз и как наш муниципалитет реализует эти проекты. Я представлю наших гостей. Инна Петровна Лобова, заместитель главы Новорайского городского округа по социальной политике. Инна Петровна, добрый день. Юлия Николаевна Титова, заместитель главы Новорайского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям. Юлия Николаевна, добрый день. Денис Федорович Лысанов, начальник отдела молодежной политики комитета по делам, молодежи, семьи, спорту и социальным программам нашей администрации. Денис Федорович, добрый день. И Татьяна Николаевна Бумштейн, директор городской публичной библиотеки. Татьяна Николаевна, и вам добрый день. Добрый. Уважаемые гости, спасибо, что вы сегодня пришли. Тема такая интересная, в качестве чего? Чтобы горожанам узнать, во-первых, о проектах, которые реализуются, которые даже не первый год реализуются. Может, кто-то о них не знает еще. И, наверное, узнать о возможности, о том, что мы, горожане, можем в них участвовать. И это замечательно. И поощрение, и призы, и вообще возможность что-то новое узнать и интересное, что нам предлагают. Ну, Инна Петровна, вообще, сколько у нас проектов таких, которые Союз реализует, в каких сферах вообще самых интересных? Сколько уже мы этим занимаемся? Союз Атомных Городов в этом году предложил 8 проектов на реализацию. Объединены они вроде бы одной обложкой, но на самом деле совершенно разные. Есть понятные, меняющиеся по сути своей, например, слава Созидателям. Он в этом году совершенно по-иному этот проект выглядит и больше, наверное, трансформировался в настоящее время в новых Созидателей. А это уже девятый проект, который у нас в городе реализуется. Есть экологические, новые направления в этом году нам предложили, но для нас пока не очень понятно наполнение, потому что было примерно так. Мы предлагаем, и вы скажите, что бы вы хотели. Ну, вот это хотели сегодня выражается в том, что на завтрашнем празднике экологическом нашем, на зарыблении, мы будем говорить об акции «Чистые берега». И вот эта акция частично, ну, так скажем, является отражением экологического проекта. Есть проекты, которые связаны с деятельностью молодых ребят. Я думаю, что Денис Федорович более подробно расскажет. Там совершенно новое направление. Есть проекты, которые для предпринимателей города самозанятых Юлия Николаевна проговорит. Вот это уже несколько лет работает. Тоже все видоизменяется. То есть, может быть, новые идеи возникают, новый формат возникает у организаторов в Москве, новые смыслы какие-то они вкладывают, и поэтому и по-другому немножко реализуются они. Давно работает в городе, реализуется проект «Церебряный возраст». В этом году название поменялось. Прямо буквально недавно уже «Атомное долголетие». Нам отрадно, что наш проект «Новурайское долголетие», который широко сегодня уже не просто транслируется, он известен и, как пример, приводится, даже не мы сами, а про нас говорят, вот он, видимо, и послужил основой атомному долголетию. Поэтому вот я даже не все проекты перечислила, но есть проекты, которые связаны с творческим частям семьи, несомненно, потому что год семьи, и мимо этого не прошел «Русатом». В прошлом году территория культуры начинала проектами с такими заниматься. Творческие семьи тогда мы выделяли и направляли победителей в Москву. В этом году и та история продолжается, и вот в нескольких направлениях развивается тоже семья «Русатом», и в этом году этот проект. Поэтому, я думаю, более подробно сейчас, если начнем говорить, точно уже все проекты перечислили, я, чтобы, условно говоря, не зачитывать постановление, наверное, главное хочу сказать, что есть известные нам уже традиционные несколько лет реализуемые проекты, и горожане про них знают. Кто хочет узнать, тот может узнать, потому что работает и сайт «Союза атомных городов», и сайт этих проектов. А есть что-то новое, когда мы вместе садимся, думаем, как предложить, как донести информацию, как включить в эти проекты, как не потерять тех, кто хотел бы, но не знает. Ну, вот это новое тоже в этом году реализуемое. Но Новоуральск включился участниками во все проекты. Во всех у нас есть участие. Ну, вы смотрите, я, насколько знаю, что вообще «Атомные города», «Союза атомных городов» всегда уделял предпринимателям внимание большое. Так ведь? Какие там самые интересные есть проекты, что сейчас реализуется в этом направлении? Да, хочу сказать, что у госкорпорации «Росатом» есть определенный интерес к предпринимательскому сообществу. Мы понимаем, что сейчас основы экономики все-таки имеют опору на малый и средний бизнес. Плюс в последнее время у нас активно с вами развивается институт самозанятых граждан. Я еще раз напоминаю всем, что если мы что-то производим или какую-то услугу оказываем, бьюти, услуги по репетиторству или, может быть, консультационные, консультации по финансовому сектору или еще по какому-то специальному направлению, то каждый из нас с вами может зарегистрироваться в качестве самозанятого и на законных основаниях предлагать за плату свои услуги или свои товары. Если что-то вы вяжете, ну, не стряпаете про это, не буду говорить, значит, плетете, рисуете, мыло варите, свечи делаете, то, пожалуйста, как бы путь в самозанятость – это как раз ваш путь. Мы занимаемся, мы выступаем здесь кураторами на территории данных проектов. Проекты имели в разные периоды времени разные названия, но, тем не менее, смысл оставался тот же. Значит, у нас происходит обучающая программа, состоящая из нескольких блоков, ведут обучение эксперты, которые предоставляются нам атомными городами. В предыдущие годы в основном обучение у нас было очное, к нам приезжали педагоги-кураторы, и здесь на месте с нашими бизнесменами-самозанятыми проходили обучение, учили их финансовой грамотности, бизнес-проектированию. И на выходе из этого проекта у каждого должен был появиться бизнес-проект с обоснованием финансовым, с неким исследованием рынка, спроса услуги товаров. И лучшие проекты, которые также имеют социальную значимость для города, которые интересны для города, которые повышают качество жизни в городе, они на экспертном совете, если признавались лучшими, то получали финансовое поощрение. В этом году все ровно то же самое, только немного поменялся формат обучения. Мы ушли в онлайн, поэтому с нами в этом году работали и московские бизнес-коучи, и преподаватели Ранхикса из города Екатеринбурга. То есть вот этот формат позволил нам, так скажем, привлечь более широкую массу экспертов. У нас активно участвуют наши самозанятые предприниматели, они пользуются возможностью? Активность в этом году несколько снизилась. Мы сейчас ведем анализ, почему это произошло, но тем не менее интерес остается достаточно высокий. У нас на входе в этом году было 30 участников. Если сравнивать тот год, то это было около 50 участников. Вот смотрите, на выходе я как предприниматель начинающий, самозанятый, меня там научат считать грубо деньги, бизнес-планы составлять, свой проект, наверное, презентовать тоже. На выходе я научусь чему? У меня есть бизнес-план, есть проект, который я могу запустить, да, и где-то мне какие-то инструменты подсказали, как лучше это сделать. То есть у меня готовый проект, я могу запускать и начать зарабатывать, по сути, так, да, вот этому меня научат. Ну, я думаю, это возможность, учитывая, что обучение это бесплатное, да, для всех, кто вообще нужно пользоваться. Еще, Инна Петровна, давайте вернемся. Смотрите, вот у всех точно на слуху много, многолетний наш проект «Лучшие муниципальные практики». Вот этот проект, я знаю, что Новоуральск всегда очень активный, и наш, и у нас в городе очень много, да, практик наших именно муниципальных, которые в этот проект удачно входят, да. Это, наверное, самый такой долгоиграющий. Ну, это и проект, с другой стороны, он не конкурсного формата. То есть уже готовые проекты, которые когда-то реализованы, организаторы видят, если объявлен. Проходят всероссийские конкурсы лучших муниципальных практик, Росатом проводят. По линии, может быть, бывает в системе там условнообразования, поэтому на самом деле это понятная история. Соответственно, организаторы или авторы этих практик, те, кто реализует учреждения, они просто в определенный момент собираются и направляют их туда, где сейчас проходит конкурс. У нас от города направлены такие заявки, у нас, по-моему, 16, мы обсуждали, находятся сейчас на рассмотрении экспертов. Ну, ждем какой-то ответ, станет ли кто-то победителем на уровне Росатома. Ну, и потом другие муниципалитеты, да, также они же могут пользоваться у себя, вот эти наши практики, мы что-то другое, да. То есть это такое обобщение, наверное, в том числе, да. Вот именно такие. Вы знаете, я бы сейчас в другую сторону затронула такие конкурсы, возможность представить, прописать даже, да, сделать это одно, прописать, как проект направить уже на какой-то конкурс, немножко другое. Научил наше учреждение заходить теперь в другую реку под названием грантовая поддержка. В государстве очень активно развивается это направление. Буквально в этом году мы были на одном из семинаров области, где нам говорили, что теперь в бюджете Российской Федерации полтора процента ВВП направляется на поддержку НКО и на грантовую поддержку организации, предприятий, учреждений. Это очень большая сумма на самом деле. Конечно, государство свои правила диктует, они просто так раздают эти деньги. Но как раз вот те, кто уже научился, умеет, прописывал, пробовал и где-то даже поимел какой-то эффект, там, условно, лучшая практика признана, они смелее и увереннее заходят вот в эти грантовые. И на самом деле в городе развивается уже теперь активно и это направление. И поэтому, я думаю, вот ценность, наверное, тех конкурсов, которые много лет действительно как лучшие муниципальные практики проводились в Росатом. Да, все и привлечения финансов теперь на свои проекты. Что касается молодежи, что касается детей, Денис Федорович, какие проекты вообще у нас есть в городе? У нас получается, да, вот Инна Петровна правильно сказала, что слава Созидателям в том виде, в котором он в свое время был, то есть это вот когда у нас дети записывали интервью, снимали видео про Созидателя, сейчас он переформатировался, и сейчас это уже проект проводится в рамках трех целых направлений. Это прошлое вместе с Созидателями, будущее вместе с Созидателями и настоящее вместе с Созидателями. А все это объединено под Созидателя, люди, меняющие мир. Вот, то есть про прошлыми Созидателями туда входит школа юного СММ-специалиста, в рамках нее было проведено 14 лекций спикером федерального уровня, который обучал детей, то есть учащиеся, школьники и учащиеся СУЗов могли принять участие. У нас 12 человек принимали участие, это вот 14 лекций, в рамках которых их обучали АЗАМ, грубо говоря, да, вот СММ-специалиста, как стать, как вести свой блог, как правильно писать текст, вот в таком формате. Ну что, наверное, есть запросы молодежи, да, собственно, сейчас это. Да, да, то есть это такая вот новая, можно сказать, новая специальность, которая у нас сейчас появилась в целом в России. Вот, и в конце, вот в октябре у них будет уже подведение итогов, там федеральная комиссия выберет победителей. Вот, настоящее вместе с создателями, это у нас проведение лекций, то есть у нас согласован список с Росатомом спикеров нашего муниципального уровня, куда входят победители новых создателей, в целом заслуженные люди. То есть у нас, вот, допустим, две лекции уже состоялось, Павел Бунеску рассказал, учащимся в медколледже, о своей волонтерской деятельности, как он пришел вот к этой своей деятельности, она сложная, но, безусловно, нужная. Валентина Васильевна рассказала, учащимся в школу номер 53, школа-интернат, про почетных жителей Нового Уральска, которые участниками также были Великой Отечественной войны. Валентина Васильевна Харитонова. Харитонова, да. Вот. И сейчас у нас еще впереди лекции, то есть и там Александр Иванович Зайцев, председатель общественной палаты, который все время был главой, тоже расскажет детям. Есть, что рассказать, конечно. Да, то есть у нас вот много таких лекций еще впереди, и вот будет целый блок, посвященный сотрудникам ОХК, которые тоже расскажут о том, как вот они прошли обучение, еще остались в городе, сейчас работают на таком нашем крупном предприятии. После лекции все участники у нас получают сувенирную продукцию от Росатома. То есть помимо знаний еще вот такой приятный бонус. И будущими создателями проект, который все включают научный монолог. Конкурс тоже такой, видеоконкурс, где тоже учащиеся СУЗов, ну уже да, да, то есть школьники уже не могли принимать участие, только СУЗы и ВУЗы. И люди, которые у нас работают, то есть молодые сотрудники атомной промышленности принимали участие, записывали свое видео о каком-либо научном открытии, полутораминутное видео. И вот сейчас они тоже отправили на конкурс, у нас два человека от города приняли участие, да, и вот в сентябре тоже должны подвести итоги и определить победителя. Ну да, опять же это для молодежи, для детей, для школьников, это возможность получить быстрее, вот, да, возможность знания получить, какие-то дополнительные, которые могут дать вот только здесь. И возможностью пользуемся, да, хорошо? Татьяна Николаевна, культура всегда, да, вовлечена была во все эти проекты, всегда самые первые, самые активные. Да, вот что сейчас? Вот я знаю, что сейчас, прямо сейчас и прямо сегодня, да, город будет писать атомный диктант. Сегодня, в эти дни мы будем писать атомный диктант. Проект атомный диктант стартовал еще в 2021 году, но именно такой масштабный формат он приобрел за последние годы. Если вначале писали атомный диктант только атомные города, в этом году атомный диктант пишет вся страна. Да, да. С 1-го 14-го сентября он проходит в онлайн-формате, и именно в этом году мы пишем диктант в очном формате у нас на площадке библиотеки. Формат диктанта сегодня знакомый, очень интересен нашим горожанам, они его знают, любят, понимают, как эта процедура происходит. Это несложный вообще сам формат. Это 30 вопросов, 3 блока по истории атомной отрасли, общие вопросы о атомной отрасли, о процессах выработки атомной энергии, электростанции. Не буду раскрывать всех секретов, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться и написать атомный диктант. Надо готовиться. Можно подготовиться, что-то почитать. Открою небольшой секрет, что те жители, допустим, Новоуральска, которые регистрируются, в блоке некоторых вопросов будут вопросы по истории нашего города и по истории нашего предприятия, нашего производства. Те, кто ответит на 50% вопросов, будут считаться победителями прошедшим атомный диктант. Вообще совершенно интересный проект, направленный на популяризацию истории атомной отрасли. И самое главное, это такая независимая оценка своих знаний, своих личных знаний о том, как и насколько ты знаешь отрасль, с которой ты живешь рядом, ты живешь в атомном городе. И, конечно, нужно знать историю именно того предприятия, той отрасли, которая сегодня обеспечивает технологический суверенитет страны. Поэтому такой интересный формат. Мы его пишем, и он закончится 14 сентября. Еще есть время, можно еще успеть и проверить свои знания. Еще один проект – это цифровые технологии, которые прямо сейчас тоже. Да, этот проект, это именно новый проект, может быть, в отличие от других, он связан, конечно, в связи с тем, что сегодня мы активно живем в условиях цифровизации. И вот такая востребованность у жителей городов, она возникла, и Союз Атомных Города создал такой проект. Это 8 авторских интерактивных встреч, онлайн-встреч, которые содержат в себе, ну, скажем так, пакет программ, в том числе с практическим применением. Можно изучить Word, Excel, PowerPoint, Point. С мая мы уже занимаемся в онлайн-формате. У нас осталось две, ну, на мой взгляд, самые интересные встречи – это именно по искусственному интеллекту. У нас жители активно подключились к этому проекту, и сегодня вот мы будем его завершать. Это спикеры федерального уровня. Хочу сказать, что в своих встречах это не только теоретические знания, как я и сказала, и практические. То есть рассказывают, показывают наши, скажем так, слушатели этого проекта, выполняют практические задания, задают вопросы. Ну, и есть возможность подключиться, потом посмотреть, ну, пересмотреть, ну, скажем так, данную встречу, если у вас возникли какие-то вопросы. То есть это, опять же, возможности, навыки прокачать, да, и повысить свой уровень, да, пользовательский, да, даже вот в сфере... Безусловно, конечно, свои компетенции, да, потому что сегодня цифровизация везде, и кому-то не хватает старшему поколению. Здесь, в этом проекте нет возрастных ограничений, поэтому все вот в том уровне, в котором есть, они вошли в этот проект. И я думаю, что как раз на выходе это вот некая такая база, это вот тот ресурс, который уже могут использовать в обычной жизни. Особенно мне вот интересно прямо про искусственный интеллект. Да, последние две встречи будут очень интересны. Интересно. Что касается экологических проектов, давайте послушаем сейчас Кристину Сергеевну Завражному, Завражного руководителя группы по охране окружающей среды нашей администрации. В этом году мы впервые присоединились к большому проекту, который реализует Союз атомных городов. В части экологии мы присоединились к проекту «Зеленый атом». В рамках проекта мы реализуем такие, оказывают помощь атомные города нам в нашей предохранной акции «Чистые берега Урала», которая у нас прошла 12 сентября в преддверии зарыбления Верхненецкого водохранилища. Собственно, вот на всех мероприятиях наших таких масштабных экологических планируем вместе сотрудничать, планируем вместе работать. Кроме того, к нам присоединилась приемная общественного совета госкорпорации «Росатома» в городе Новоуральске. То есть мы в направленности охраны окружающей среды довольно-таки сейчас активно сотрудничаем. В сентябре до конца года тоже планируется несколько к реализации мероприятий. Например, «Леонардо да Винчи», то есть это конкурс арт-объектов из вторсырья, который тоже у нас будет организован в старом новом парке небезызвестном. Поэтому думаем еще на будущий год, каким образом мы можем задействовать и повзаимодействовать с Союзом Атомных Городов. Надеемся, что работа будет очень плодотворной. И как показало мероприятие по чистым берегам, ажиотаж был большой. Поэтому большое спасибо коллегам за их помощь и содействие. Ну и вот что касается экологических проектов, тоже это и те, кто... Те проекты, которые уже реализовывались на территории нашего города, ну и новые проекты. Все то же самое. Ну, подытоживая, Инна Петровна, давайте еще расскажем, да, что проектов много, что они рассчитаны, согласитесь, на разные аудитории совершенно. Кому-то это интересно, кому-то это. И возможность найти, наверное, для себя что-то интересное есть абсолютно у всех. Так, да? Да. Я бы проговорила, ну, в завершении, видимо, нашей встречи, что действительно, это не все проекты, далеко не все, которые предлагает Росатом. Это далеко даже не доля, а очень малая часть тех проектов, которые вообще реализуемы в городе, участвуя в областных каких-то, в акциях федерального уровня, в проектах. Еще мы знаем известная школа Росатома, территория культуры Росатома. Я упомянула сегодня новые создатели, проект, который должен был завершиться через два дня. Но буквально вчера организаторы прислали информацию, что из-за большого интереса они продлили сроки подачи заявок на две недели. Поскольку мы первые начинали его три года назад реализовывать, 111 человек когда были, теми, кого друзья, знакомые, соседи, жители, коллеги выдвинули. Суть этого проекта не я сам себя заявляю, нахожу время, возможности, говорю о себе, о том, что кто-то знает прекрасных людей, меняющих мир вокруг себя, позитивно, созидательно, живя в городе, находясь рядом, работая с кем-то. И вот таких людей хочется поддержать. Особым вниманием, уважением, тем, что мы видим, знаем и хотим об этом рассказать. Еще раз, я думаю, что в эфир программы будет время еще до 29 сентября. Если кто-то понимает, слышал, потому что недавно буквально были комментарии, ага, все, тайные, нам не дают возможность. Есть возможность у любых новоуральцев заявить об этом о себе и заявить о людях, которых знают. Это очень такой позитивный проект. На сегодня 64 заявки у нас подано, вот информация поступает, да. И не в цифрах дела, а в том, что действительно есть такие люди. Я всегда подчеркиваю, они, как правило, очень скромные. Они сами о себе говорить не будут. А вот показать, даже этим людям сказать спасибо, подчеркнуть, что очень важно их участие в жизни каждого из нас, это, наверное, стоит сделать. Ну и второй год подряд Росатом замечательный приз предлагает. То есть трое лидеров, потом народного голосования, да, мы будем голосовать за этих людей, от города будут приглашены в Москву на торжественную церемонию. Это бесплатно для них. Это такой неплохой приз. Я бы сказала, замечательный приз. Поэтому, конечно, призываю, как я говорю, найдите тех, кто рядом, кого вы хотите поддержать и кого вы хотите наградить поездкой в Москву бесплатной. А на втором этапе мы еще и за них проголосуем. Поэтому вот такие проекты разные, интересные, на абсолютно разный возраст, на разное участие они есть. И кто хочет, тот найдет себе возможность и применение. Да, я вот еще добавлю про новых Созидателей. Действительно, казалось, что мы же и про них снимали, естественно, и материалы делали в прошлые годы. И мы тоже выдвинули нынче Созидателя, нашего главного телеоператора Николая Варионова. Мы этим очень гордимся. На самом деле это очень просто. Принять участие. Все в доступе. Буквально заполнение заявки занимает 10 буквально минут. Потому что нам есть что сказать о нем. Да, мы знаем об этом человеке. Как вот если от коллектива выдвигается человек, да, мы очень этим гордимся. И вот мы тоже заявились, да, хотела вот об этом сказать. Поэтому, наверное, да, стоит посоветовать всем коллективам искать в своих коллективах. Вернее, вы, наверное, все знаете, кто у вас в коллективах есть. Есть такие люди замечательные, о ком стоит рассказать, чтобы о них знали все. Ну, и если говорить о проектах, тем не менее, сегодня у нас о проектах Росатома идет речь. Да, действительно, корпорация Росатома занимает сегодня особую позицию по отношению к городам. В последние годы чувствуется вот это вот меняющееся, наверное, внимание. Социально ответственная позиция в городах присутствия не только через проекты, через другие формы поддержки. Все это есть, мы это видим, и какие-то деньги поступают на территорию. И, конечно, Уральский электрохимический комбинат, который, собственно, проводник всего этого на территории, и финансовый, в том числе, и оператор, это главные партнеры. Жаль, что сегодня им не удалось с нами поучаствовать на записи программы, но без них, собственно, на территории бы это тоже не делалось. Поэтому Росатом будет, даже не сомневаясь, еще развивать свою часть. Они заинтересованы в том, чтобы предприятия, которые делают славу корпорации, и их сотрудники жили в замечательных, комфортных, спокойных, безопасных городах. Ну, а мы со своей стороны, что от нас зависит, может быть, немного, но организационно обязательно будем поддерживать все их инициативы. Да, это замечательно, да, возможности, это замечательно. Уважаемые гости, спасибо, что рассказали сегодня обо всех проектах. Я думаю, что на Уральце, посмотрев, да, найдут что-то для себя, и это станет стимулом для участия в разных проектах. Спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго. Увидимся в эфирах на Уральской обещательной кампании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова